триумф tiger explorer литр 200 там он что-то говорил кардан три цилиндра вся вот эта вот мощь никогда на чем-то подобно вообще я не ездил такой гусь но чуть похудее такой как гусь не адвенчур это нормальный гусь моно маятник вот этот вот с одной стороны его держит колесо глушитель спорт ремус синяя какая-то пружина нас спортивная скорее всего что-то там связано ну да вот этот блок у него видом большой что три цилиндра видно у нас да на три раз два три на каждый цилиндр по выхлопной то это ведет коллектор тормоза триумфовские стоят ничего особенного на спицах диски есть люди которые прям любят вот такие вот штучки внутри вот у них фара типичная муха вот это конечно же другая лига здесь прям сидишь ровненько видно да что у нас тут видно заправил полный бак нейтралка bs моргает почему-то я думаю что мы заведем он потухнет влея на ручку газа реагирует вообще изи это прикол какой-то но легкий а литр 200 сцепление ручка очень далеко ё-моё у него серьезно вот это велосипед прокатился на спорте два метра у него здесь сцепление надо еще есть ход у тебя там сразу работает блин ну как на нем сидишь лучше удобно и тебе весело и и удобно все круто блин на разгон обалдеть он реально я щас до 4000 только ручку газа дал он отваливает этот мотоцикл сделаны где в англии триумф никогда еще на таком подобии не ездил очень удобно посадка сидеть прям ровненько руки в расслабоне ноги почему меня почти прямой угол на ногах вот этого дискомфорта который на фаерблэйде конечно же теперь нет теперь есть просто стремление проехать больше километров то есть какой-то ну кайф ну кайф я сижу прямо даже с него слазить неохота пока турист мотоцикл а тут как бы ничего не скажешь уже интересно конечно же как он себя покажет на в дальнике на это что такое я не знаю сколько у него лошадей честно я не знаю ну это просто мне нравится мне очень нравится и вот это сейчас три с половиной тысячи открывая ручку газа и он там махом набирает какие-то там а 10 20 плюс кайма потому что для него охренеть конечно на нем проехать какие-то там тысячи километров не состоит труда потому что вот это вот вся подвеска это просто кайф кому нужна мощь какой-то турист поражен честно как вы позитивно удивлен да ладно слушай это это песня это просто песня какая-то ему для разгона ничего не надо тут то есть я сейчас на 5 еду спокойно и вот так на него делаешь спокойненько три цилиндра о фотоаппарат здорово как поедешь в таком расслабоне потому что у тебя столько моментов что тебе не нужно запариваться по поводу я еду на 5 тысячах оборотов как будто это какой-то автомобиль да ладно разве такое бывает возможно ну я никогда не ожидал это просто кайф него если я смотрю темпомат этот как он тру и круиз-контроль сказал крутящего момента на этом мотоцикле столько много что тебе не нужно запариваться по поводу оборотов ну отлично вундерщин вундер вандафол здесь получается у нас мощности которая предел ну когда-то там заканчивается я могу себе представить что на этом мультике можно валить 200 наклоняется он вообще легко пробег он говорю маленький у него но я сейчас его не вижу кстати вот 13 с половиной у нас сейчас температура за бортом если вот так вот сделаем вот как он говорил макс говорит велосипед блин ну вторая скорость спид стоп вот такие какие-то неровности на этом мотоцикле прям проезжаешь как я не знаю ну спокойненько но этот интересней такой этот пенсионерский спорт гаражи матрасы вон там какая-то палатка так вот здесь я заметил вот провода прям упираются это конечно какой-то минус надо будет спросить что за дела ножка вообще удобно то есть можно вот так на него встать смотри вот так вот положить перчатки я сижу на мотике полностью обеими ногами обеими да так встаем четко встаешь вот такой вот триумф тигр тайгер моно маятник ну то есть с одной стороны вот маятник рука которая прикручивая вот так вот держать вот так колесо колеса со спицами это вот эта вот та самая техника на которой можно не только по асфальту ехать ну и то есть вне асфальта спускаешься и кайфуешь здесь у него какие-то штучки стоят я не знаю что это такое она двигается вон смотри надо спросить для чего это очень интересно что это за штука такая ремус клевая штука я думаю без ремуса здесь было бы честно скучно он какой-то продает изюминку этому моту вот здесь вот у него тоже чтобы шмаки твои не соскочили вот видите жрецочки такие которые прям вау четко делают здесь настройка подвески как я вижу можно настраивать вот эту вот пружину здесь прям вот все так серьезно тяги такие стоят трехцилиндра мощь нормально хозяин этого мотоцикла вопрос у меня быстро нарисовался самое хорошее смотрите да это нормально нет встал полностью я видел ты вставал я на него встал такой стоишь как этот как будто у него холпштейн хотя у него и холпштейнер я смотрю есть да тоже есть вот это что за фигня фокры вцепляешь да это получается ну вот эти вот квадратные вот эти что и чё до колеса доставали чтоб не болтались а теперь другой вопрос а с римусом это пойдет или только с оригиналом нет нет это тремус именно для кофров сделано да один кофр больше другой меньше из оглушителя ну я не замечал левый кофр больше а правый меньше потому что они прям выриснуты блин я обалдел реально обороты я ехал как будто на пкв я такой чё я смотрю в свои глаза не могу поверить да ну нафиг 5-6 тысяч полетели ну да у него прям момента хватает а сколько он едет с максималка максималка но я больше двухсот не ехал то есть я четыреста километров один присес без остановки на нем пробовал сейчас ну как без остановки я двести проехал он все равно покурил сел дальше двести ну все равно это двести проехал да да вообще вот так вот да не напрягается ну у меня локоть болит ему надо руд немножко вперед подать и его на проставочки поставить чтобы чуть выше был ну да ты можешь вот эти блоки сюда поднять да да вот это я заметил тебя здесь задевает да смотри так вот девочка там видишь она здесь вот упирается но если если да так и все и было мне наоборот надо на себя его чуть-чуть чтоб у меня руки не вытянутые были а немножко в локках согнутые ну да они должны быть с определенным углом иначе у тебя постоянно вот так вытянутые ну тогда они затекают тогда потом это сейчас марка филипс сделал лампочки для мотоциклов ледовские ну это я видел тогда на этот трюк еще нету на есть на спид трипл да и я скорее всего возьму просто или на 800 тайга она одна единственная надо сюда еще одну ставить просто это если это сгорит то я останусь без телефона без ничего это надо убрать так она смотри какая дохлая на полтора ампера всего она дохленькая это я заметил сразу такая кнопка и ты не промахнешься чтоб в этих перчатках круиз круиз что у него еще круиз я температуру там нашел у тебя еще время стоит зимнее походу там да да зимнее время у него немножко меню замудренное да там что то найти это у тебя надо скорее всего на дом найти потому что я на информацию тыкал у меня не получилось комбинация кнопок это ааа у него можно и АБС выключать и ИСТ выключать интересный мотоцикл не ожидал вот здесь какой то смотрю замок это сиденье сиденье открывается да ну нафиг а че не нашли место лучше как раз где вся грязь залетает да че за прикол ну ка вот это поближе кстати вот такие вот штучки когда ездишь всю жизнь на японских мотоциклах да ладно то есть место можно позавидовать а ну вон у тебя эти предохранители предохранители во и релешки тут все и аккумулятор Охзо ну эти жирные какая то ну эти ошибки считать когда мышь ну ну у него сиденья борт компьютер нет по немецки у него два положения сиденья выше и ниже сейчас он на самом высоком стоит можно ниже поставить да на одном на одном гошевке продаются они же и называются BMW Triumph они всегда вместе продаются так же здесь и розетки BMW ставят а привык что-то договорить масло я думаю тут побольше тоже мотор этот сам литра на полтора наверно больше зайдет у него надо надо еще опереть потому что там капли от от антифизма остались с обратно-сторожной на крючке они присменяли да смотрю это можно как дуги поставить да будешь ставить? да буду поставить если блин Волфрод заехал положил встал и поехал не только из-за этого то есть если ставишь дуги у тебя есть дополнительная возможность канистру к нему привязать дополнительный свет на него прикрутить да свет да сумки тоже можно к этим же дугам купить дополнительные да чтоб все это на сиденье не привязывать нужно это разделить сюда на сумки сколько здесь лошадей? 138 когда тот момент вот этот приходит к нему да я думал блин 138 лошадей 1215 ну три цилиндра блин слушай прикольная штука ну да он отстреливает так прям красиво ну а мне это 11 я думаю показалось все таки есть да да значит не показалось вот даже этот в воздухе еще все можно теперь сервис сделать ну здесь в принципе вот это вот снять да здесь уже что-то может достать я потом еще со временем гиви куплю гиви не потолще это просто пластик близко так в упор все стоит я куплю алюминиевый гиви такой строительный материал ну примерно вот такая же ну короче пару лет поездишь еще да ну да да так охрененно тянет блин он хорошо тянет прям мне даже вообще вот как будто он красиво не выглядел у меня на никого никакого желания садиться даже нету я эти ножки оказывается они здесь уже эти я промахнулся в него ножки хотел поставить че такое у меня тоже самое было в первый раз сейчас я уже тысячу километров проехал вот это конечно плюс ну то есть из данной кардане это совсем длинный чемоданов у тебя еще нету да есть есть тоже вот такой вот эти как практиш квадратишь вот эти не нет оригинальный с боковой загрузкой не с верхней загрузкой с боковой загрузкой с черного пластика что ли они посередине пластмассовые то есть полоса такая пластмассовая внутри и снаружи они алюминиевые все три все два два азона здесь это покупаешь как опция типа да два были сидишь довольно таки да с рулем если сделать если повороты на нем проходить да можно сказать уже по резине он прям он так легко так раз раз он себя спокойно ведет в поворотах стабильно не держится не тачается а это тоже для кофора да да это для кофора прикольно после того твердого сиденья как будто здесь такая гелевая подушка у меня еще дома лежит у меня другое сиденье с гелевого по высшему мнению просто гелевую гелевую подушку врезали сюда вовнутрь да она даже с этим комфортом у меня в гараже лежит я хочу поставить попробовать будет удобнее нет потому что ну она из-за вот из-за вот этих острых граней ну немножко ноги затекают да они давят на ляжку и немножко затекают если холодно у тебя немножко там визир мутный становится стекло там дождь и все и ты вообще ни хрена не видишь поэтому лучше всего поверх стекла немножко смотреть он регулируется да тут барашки такие да это я видел они расслабляются с обеих сторон и можно угол менять ну немножко как колхоз да могли бы они немножко попроще сделать это ну то есть это все оригинально это все оригинально так оно и дуло когда-то ооо слушал ну так прямо вообще уже прям спорт да вот так если сейчас поставишь наверное я вообще наверное там вспотею да это будет жарко ну то есть я ставлю вот в такое положение примерно в такое положение ставлю и в принципе хватает да прикол ну виду моего высокого роста все равно этого стекла мало то есть в голову дует ну чуть-чуть поверх визиро я почему-то фотку увидел я начал смотреть в мобиле думаю что вообще какую там у тебя это самый первый сдалека это самый первый это это просто тайга эксплора а есть эксплора EX 1200 вот 1200 а есть просто он же как адвенчир из-за того что у него стоят спицы или нет или это не как на бмв да это адвенчир это диски его не родные его родные диски алюминиевые эти диски ставили уже потом это сами ставили то есть если такой оригинальный взять у него будет литые нет нет в зависимости от комплектации есть комплектация просто эксплора есть эксплора EX да потом еще там пара модификации есть да то есть есть модификация по-моему тура он называется и у него уже стоят спицы а вообще в простой голой модификации это простая голая модификация это самая самая такая бомжатская версия да у него стоят алюминиевые диски но диски со спицами уже ставили сами ну то есть у него расход примерно 5,8-6 литров нормально ну то есть так как я езжу ну да можно ехать поспокойно короче если на дальняк ехать у тебя будет 400 км есть 5 литров спокойно расход ну 400 км где-то хватит должно хватить вот такой вот как он тигр трюм, штайга трюм. трюмчик Продолжение следует... Продолжение следует...